Новосибирцам напомнили о правилах безопасности на воде. Сотрудники МЧС вместе с уполномоченным по правам ребенка приехали на самый популярный несанкционированный пляж. Раздавали листовки, разговаривали с отдыхающими. Но, как убедилась Татьяна Кияева, никакие предостережения и даже штрафы новосибирцев не останавливают. В городе жара. Новосибирцы спасаются от зноя у водоемов. Правда, некоторые купаются там, где это запрещено категорически. Отдыхают у котлована западного жилмассива. Спасатели предостерегают. Дно у водоема неровное, резкие обрывы и большая глубина. С начала купального сезона здесь утонуло двое человек. Отдыхать культурно, не употреблять спиртные напитки, не купаться в состоянии алкогольного опьянения, а тем более в местах запрещенных для купания. По статистике 90% утонут именно по этим причинам. Самым опасным водоемом новосибирцы считают котлован юго-западного жилмассива. Несчастные случаи здесь происходят ежегодно. Тонут взрослые и дети. На берегу установлены предупреждающие знаки «плавать запрещено». Но отдыхающих это не останавливает. В жаркие дни сюда приходят сотни людей. Вот на этом месте, где мы сейчас находимся, котлован юго-западного жилмассива. Оно является местом массового неорганизованного отдыха. Здесь количество людей превышает 150 человек в день. Гибель детей у нас связана в этом году. Четыре ребенка уже погибло. Все погибли также в местах неорганизованного отдыха. При этом находились на водных объектах без присмотра взрослых. Сотрудники МЧС и администрации Ленинского района, а также уполномоченные по правам ребенка специально приехали на берег котлована. Отдыхающим раздают листовки с правилами безопасности на воде. Родителям напомнили о печальной статистике. Среди утопающих около четверти – дети. Отпускать их купаться одних, даже в специальных жилетах или кругах, строго запрещено. Обезопасить наших детей от соблазнов, которые так манят их летом. К сожалению, число травмированных детей у нас неуклонно растет. Проводим беседы с родителями, с детьми о том, что купание запрещено. А совместно с полицией смотрим, чтобы не было нетрезвых граждан. Более 50 административных протоколов полицейские составили за этот сезон. За купание в неорганизованном месте отдыхающим грозит штраф от 300 до 1000 рублей. Несмотря на жару, спасатели призывают соблюдать запреты и не рисковать своей жизнью. Купаться можно безопасно на официальных городских пляжах. Татьяна Кияева, Даниил Смирнов, Новосибирские новости.